Громкая победа нашей Дарьи Домрачевой. Накануне она выиграла золото в биатлонном спринте в Хохфильцине. Таким образом, старт второго этапа Кубка мира по биатлону принес белорусской сборной вторую золотую медаль. В первые минуты по окончанию гонки с победой Дарью Домрачеву поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На протяжении своей карьеры ты демонстрируешь качество выдающегося спортсмена, который сегодня принесли тебе заслуженную победу на трассе Хохфильцена, уже ставшей для тебя счастливой. Мы верим в тебя и с большой надеждой ожидаем от женской сборной яркого и результативного сезона. Говорится в поздравлении. Александр Лукашенко также пожелал Дарье Домрачевой и всей команде тренерскому штабу уверенности в своих силах, крепкого здоровья и удачи. Это первая Виктория Даша в нынешнем сезоне, первая с марта 2015-го и 29-я в карьере. Можно с уверенностью говорить, трехкратная олимпийская чемпионка вернулась на свой лучший спортивный уровень. Вот такой он, австрийский Хохфильцен, впечатляющий и гостеприимный для белорусов. Именно здесь, в феврале этого года, Дарья Домрачева феерично вернулась после родов. Выиграла серебро гонки преследования на чемпионате мира. Но режиссерская бригада трансляции почему-то об этом забыла. Не показали ни старт, ни первую стрельбу трехкратной олимпийской чемпионки. В сложнейших погодных условиях Домрачева без промахов прошла первый рубеж и ко второму приехала в статусе претендента на подиум. Дарья справилась великолепно. Когда она закрывает все мишени, бороться почти невозможно. На пути к финишу Домрачеву ведут, словно компенсируя то, что не показали в первой части гонки. Она пересекает заветную линию, уставшая, но непобежденная. Чуть позже на церемонии награждения эмоций уже больше. 29-я победа в карьере 31-летней спортсменки. Радуются, как обычно, немного по-детски. Репрезентив Беларусь из Байс-Русслята, Дарья Домрачева! Искреннее поздравление. А теперь пару слов о своих впечатлениях для телеканала «Беларусь-1». Что хочу сказать, конечно, очень рада быть на подиуме снова, быть победительницей. И чем приятнее, тем слаще, наверное, эта победа, потому что пришлось пройти такое достаточно серьезное испытание с Дарсундом. Важно не сдаваться, важно верить в себя, в свою команду. И все тогда будет получаться. Спасибо, удачи на новых стартах! Спасибо! Рядом на пьедестале представляющая Словакию Анастасия Кузьмина и итальянка Доротея Вирор. Их белоруска обогнала на 22 и 30 секунд, соответственно. Остальные еще дальше. Значит, шансы на победу в гонке-преследовании отличные. Павел Капуцкий, агентство теленовостей.